АВГУСТИН СВЯТОЙ АВГУСТИН СВЯТОЙ В прошли его юношеские годы в молодости свой Августин был настроен самым светским образом, будучи предоставлен самому себе, весь отдавался вихрю наслаждения. Как признавался сам Августин, в юности он обладал ненасытным сексуальным аппетитом и погряз во блуде, но сумел преодолеть свою слабость. В 17 лет он познакомился с сочинениями Цицерона и Аристотеля, и это пробудило в нем интерес к философии. Пытался он читать и Библию, но доступный ему латинский перевод отбил охоту продолжать чтение. Завершив формальное образование, Августин сам стал преподавать в Тагасте, а затем в Карфагене. В 383 году он отправился в Рим, чтобы преподавать красноречие и риторику. Там он обнаружил, что римские студенты были менее управляемы, чем в Карфагене, и еще менее они были готовы платить за обучение. В 384 году он был назначен ко двору в Милане, где довелось ему слушать проповеди епископа Амвросия. Сначала он был очарован красноречием епископа, а затем проникся содержанием проповедей. Чтение послания апостола Павла произвело радикальную перемену в его образе мысли и жизни. Этому событию католическая церковь посвятила даже особый праздник – 3 мая. На Пасху 387 года Августин вместе со своим сыном принял крещение от руки Амвросии. После этого он возвратился в Африку, предварительно распродав все свое имущество и почти совершенно раздав вырученное бедным. Некоторое время провел в строгом уединении главою духовной общины. И в 391 году, вступив в духовное звание Саном Пресвитера, занялся проповеднической деятельностью. А в 395 году был посвящен в епископы, в Гипполь. Литературное наследие Августина огромное, и это одна из основных причин его устойчивого влияния на западную христианскую мысль. Кроме многочисленных проповедей и писем он оставил богословские трактаты, которые делятся на три основные группы – комментарии к библейским текстам, полемические сочинения, а также сочинения на богословные темы. Однако самым известным его произведением остается «Исповедь» или автобиография, а «Троица» – «О граде Божьем». Другой причиной его влияния являются идеи, которые обрели форму целостного учения о Святой Троице, об отношении между Богом, Божественной Благодатью, и человеком, между небесным и земным. Люди могут реализовать себя только с верой в Бога и никак иначе. Вот так написано в Википедии о Августине Святом, который был одним из самых авторитетных и влиятельных отцов христианской церкви. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok